давно не стреляли вот и перед пострелушками решила немножко смазать почистить карабин и собственно дернул меня залезть ствол эндоскопом как-то так я как-то снимал видео там все было нормально значит что я увидел я честно говоря даже испугался потому что не показалось что уйдет от слоения хрома вот после чего я опять значит побрыгал с маской 556 и долго чистил вот таким суп ёршиком почистить ёршиком я значит патчами прошелся и собственно говоря ничего не изменилось в поле опять были такие как бы трещин и собственно говоря я опять думал что это хром после чего значит я где-то минуты три на четыре не жалея карабин чистил вот таким латунным вершом постоянно поливая смазки 556 потом опять значит прошел с ёршиком вот таким и уже сушил там бумагой патчами значит потом посмотрев эндоскопом я видел что ствол чистый в общем что оказывается я его все-таки не прочищал то есть на глаз посвяти фонариком значит оружие было в общем-то довольно таки чистое вот но посмотрев эндоскопом я понял что все-таки оружие надо чистить довольно-таки кропотливо и тщательно потому что ну на первый взгляд все чисто на самом деле все не очень хорошо что я еще заметил тоже мне вот интересно значит вот этот насадочка это в принципе защита резьбы получается то есть сам край столь на ствола мы не защищаем то есть дульный срез у нас открытый принципе если в каких-то условиях походных хорошо приложить этим местам там от бетона в металл об асфальтом то может возникнуть какие-то замятия и собственно как с этим бороться отсюда возникает вопрос потому что ну вот как бы сейчас это все в армейском исполнении вот то есть никаких дтк чисто защиты резьбы и вот мне интересно значит были ли случаи какого-то забитие дульного среза значит сейчас я опять подключу эндоскоп и собственно сему еще раз нарезы стволы внутри то есть как он должен выглядеть хорошо чищенном оружии вот так вот вот Субтитры сделал DimaTorzok